В зимний морозный день женский взгляд автопанорамы будет знакомиться с горячим парнем бразильского происхождения. Этот модный новичок с латиноамериканскими корнями называется Ford EcoSport. И мы разберемся, что он больше любит – экономию или заниматься спортом. Но, конечно же, спорт – это замечательно. И в мире людей, и в мире машин ассоциации со словом «спорт» примерно одинаковые. Атлетичный силуэт, выносливость, притягательность. Что касается Ford EcoSport, то он действительно старается соответствовать своему имени. Высок, обладает клиренсом в 20 см. К тому же строен, то есть узок. В целом, у него образ такого смелого крепыша, который настроен на покорение новых высот. И несмотря на то, что он из рода городских кроссоверов, EcoSport претендует на большее. Самая яркая деталь, которая подчеркивает его внедорожный характер – это запаска в специальном футляре в цвет кузова, закрепленная на пятой двери. На наш взгляд, ее наличие придает этому автомобилю и солидности, и индивидуальности. Во всяком случае, среди его конкурентов. К тому же дверь багажника EcoSport открывается справа налево. Ручка встроена в фару. Сразу скажем, нам понравилась такая особенность. Жаль только, что дверь нельзя зафиксировать в промежуточном состоянии. Конечно же, нельзя не обратить внимание на огромную решетку радиатора EcoSport. Состоит она из трех хромированных секций, и на наш взгляд, основная ее задача – сделать автомобиль особенным. Таким образом, EcoSport обладает незаурядными внешними данными, что, несомненно, позволит ему привлечь к себе автоаудиторию. Что касается салона, то здесь особых инноваций нет. Цветного дисплея, который сейчас везде и всюду, тоже нет. В наличии небольшой информационный экран, кнопки и переключатели. Зато в них не запутаешься, к тому же все приборы хорошо читаемы. Есть необходимые выходы для коммуникации с внешними устройствами, например, USB. А еще с EcoSport легко найти общий язык, то есть функция голосового набора работает четко. Сами проверяли. По ощущениям, кресла вполне удобные. Регулировки позволяют найти подходящее положение. Мультируль мы тоже отрегулировали и по углу наклона, и по вылету. Из плюсов – наличие подлокотника для водителя. Из минусов – отсутствие потолочных ручек для пассажиров. Которые, кстати, по достоинству оценят возможность регулировать спинки задних сидений по наклону. Главное, чтобы им не помешал, это сделать багаж, который будет располагаться у них за спиной. Место в нем на 333 литра ваших вещей. При сложенных спинках полезных литров станет почти на тысячу больше. К тому же создатели EcoSport не забыли и о мелких вещах, поэтому в нем есть множество разнообразных емкостей и полочек для размещения мелкогабаритных предметов. В нашей тестовой версии с объемом в 2 литра и с механической коробкой мы не применули воспользоваться кнопкой подключения полного привода и прокатиться на EcoSport по зимнему бездорожью. На ледяной ухабистой дороге он показал себя замечательно. Автомобиль послушно выполнял все команды, подвеска отрабатывала неровности, колеса смело цеплялись за скользкое покрытие. Все специальные системы автомобиля четко помогали ему уверенно двигаться вперед. За рулем появляется ощущение надежности. Что касается его эксплуатации в городе, то высокий клиренс станет несомненным плюсом. Но настоятельно рекомендуем не забывать о наличии запаски на пятой двери во время парковки. Согласно информации от производителя, одним из его любимых видов спорта можно назвать плаванием, потому что он без труда может преодолеть пруд глубиной в полметра и даже чуть больше. А что касается бега, то есть движения, то его любимым видом спорта здесь будет бег по пересеченной местности. Он прекрасно преодолевает препятствия, он хорошо себя ведет на заснеженной и даже ледяной дороге. А вот в спринте, пожалуй, есть игроки посильнее. Ford EcoSport – это городской внедорожник с пакетом зимних опций и собственным стилем. Поэтому такой амбициозный автомобиль имеет все шансы покорить нашу публику, как хороший бразильский полузащитник, которому будут рады болельщики каждой команды в любой точке мира. А яркая внешность поможет ему покорить еще и женскую аудиторию, несмотря на то, что дамы не любят футбол.